Добрый день, коллеги! И в первую очередь хотелось бы вас всех поблагодарить за то, что вы приехали, преодолевая московские брокки, так же, как и мы. И поздравить с Днем Космонавтики, который отмечается и празднуется как раз сегодня. И мы специально не подгадывали, но наш лодчевец совпал с Днем Космонавтики, как я уже говорил, знаковым событием для нашей страны. Мы специально не старались, но очень рады, что так произошло. И сегодня мы здесь собрались не только для того, чтобы поговорить о нашем новом обновлении, обновлении 9.0, которое очень важно для нас. Об этом подробнее расскажут мои коллеги, а я в общих чертах расскажу вам о 9.0 и немного о компании, как собственно и положено. То есть наша компания, которая зародилась на территории современного СНГ, она стремительно развивается. То есть последние 4 года у нас сейчас 16 офисов по всему миру, более 80 миллионов пользователей. И этот год станет знаковым для нашего ведущего текущего продукта World of Tanks, потому что именно обновлением 9.0, которое не случайно названо Новый рубеж, мы закладываем базис, на котором в течение всего этого года, 2015, будем строить и видоизменять наш продукт таким образом, чтобы привлечь еще больше пользователей, сделать их пребывание в нашем продукте более комфортным и доставить им как можно больше удовольствия. Плюс, не в последнюю очередь, мы много внимания уделяем исторической достоверности наших моделей, наших карт, потому что мы помним свою историю и гордимся ей. Более подробно о обновлении 9.0 и о наших планах на этот год расскажет Сергей Борисович Буркатовский, вице-президент нашей компании по гейм-дизайну. Здравствуйте. Проект World of Tanks был, скажем так, основан на рубеже 2008-2009 годов и в 2010 году произошел релиз проекта, то есть он был открыт для публики. То есть у нас уже 4 года функционированы в этом году, и за этот довольно большой в обменном игровой индустрии срок мы подошли к серьезному этапу, к очень серьезному этапу модернизации нашего проекта. Во-первых, мы за вот эти вот 4 года очень серьезно обновили техническую базу, значит, очень сильно продвинулась и собственная игровая часть, то есть танки стали значительно бодрее, значительно интереснее в плане игры. Мы продолжаем развивать этот проект, то есть мы очень сильно улучшаем взаимодействие танков с окружающим миром. Мы радикально улучшили графическое отображение, но это все, скажем так, основа. То есть главное для нас это во что люди, собственно, играют. В этом году мы намерены выкатить два принципиально новых режима. Первый – это режим исторических боев, в котором с изрядной долей игровой условности, но можно будет моделировать реально исторические битвы Второй мировой войны и ее окрестностей. То есть и довоенные конфликты, и послевоенные. То есть это, скажем так, то, что довольно сильно востребовано нашей аудиторией. То есть люди у нас маньяки, военную историю не любят и хотят к ней хотя бы в игровой форме участвовать. Второй серьезный режим – это режим, который нацелен на организованных наших клановых игроков. То есть у нас уже есть один режим – это передел мира так называемый, борьба на глобальной карте, где большие группы танкистов откусывают друг у друга кусочки земли. Но проблема в том, что, понимаете, у нас настолько много игроков, что даже нарисованный, даже компьютерно смоделированный земной шарик для огромного числа наших танкистов оказывается мал. Конкуренция в этом клановом режиме, в режиме организованных групп игроков бешеная. И сейчас мы в ближайшее время намерены предложить игрокам развлечения, которое позволит всем желающим, вне зависимости от истинности глобальной карты, устраивать сражения. Ну и для нас достаточно важно такое явление последних 10-20 лет, как киберспорт. То есть это игра, что называется, на результат, игра на высокие достижения. Вот буквально несколько дней назад завершилось грандиозное событие в Варшаве. То есть, можно сказать, мировой чемпионат по танкам. Мне особенно приятно, что победитель команды, команда-победитель состояла из игроков как России, так и Украины. Это действительно очень приятно и очень символично. Ну, сразу же скажу, что планы на развитие игры у нас есть на несколько лет вперед. Единственное, что какие-то конкретные обещания мне дать не можем. Так что я, извините, ограничился только вот этим 2014 годом. Помимо вот чисто игровых активностей, да, которые чисто развлекательные, мы, как компания, которая ориентируется на нашу историю, занимаемся этой историей и в других приложениях, в приложениях, скажем, к восстановлению, там, исторического наследия и так далее, и тому подобное. В связи с этим я рад передать микрофон директору нашего московского офиса по как раз восстановлению и сохранению исторического наследия Сергею Буткаруеву. Пришли сюда и присоединились к нам, к нашему празднику, к выходу новой версии World of Tanks. На сегодняшний день московский офис не так давно начал свою деятельность. Мы стараемся охватывать всю территорию Российской Федерации. Практически вместе с открытием офиса мы начали компанию под девизом «Помни все». В рамках данной кампании мы предполагаем и уже предприняли достаточно много шагов в рамках реставрации техники периода Второй мировой войны. Также мы планируем проводить различные гибертурниры, мероприятия, направленные на привлечение наших игроков, чтобы они в гиберпространстве могли соприкоснуться с историей и чтобы все помнили, как это было. На сегодняшний день мы очень плотно сотрудничаем с этим замечательным и уникальным музеем Кубинка, где мы сейчас все находимся. В рамках нашего сотрудничества мы вчера буквально объявили по намерению, что мы ставим на ход уникальный в мире танк «Маус». На сегодняшний день танк представляет из себя просто оболочку, внутри отсутствуют какие-либо элементы механизма. Данный механизм, двигатель, трансмиссию создал известный парше, и у нас задумка не просто поставить на ход танк «Маус», но сделать это силами и возможностями российских конструкторов, российских заводов. Следующий такой достаточно серьезный шаг, который мы планируем в рамках сотрудничества с музеем Кубинка, это музей, я извиняюсь, класс, который мы будем открывать компьютерный для проведения там киберспортивного турнира. Данный киберспортивный турнир мы планируем в этом году провести 14 сентября, в день танкиста, это знаковая дата, с которой связывает и музей по его направлению деятельности, и компанию «Варгейминг», и будем проводить его на ежегодной основе, в день танкиста. Данный проект был одобрен начальником главного автобрантанка управления, Александр Александрович Шевченко, и при поддержке Андрея Валерьевича, значит, мы уже, значит, выполняем на сегодняшний день определенные шаги, чтобы класс был и состоялся этот турнир. Также достаточно такой серьезный проект, совместно с музеем Кубинка, мы планируем поднять танк КВ-1 в Воронежской области. На сегодняшний день уже проведены подводные исследования, определена команда подводников и, значит, технарей, которые будут заниматься подъемом этого танка, он находится в очень сложном месте, значит, там очень сильное течение. В данном проекте принимает участие, значит, вместе с музеем компания «Варгейминг», а также Министерство обороны. Привлекаются силы и техники, техника Министерства обороны. То есть это такой совместный проект. Вот. Мы также планируем в дальнейшем заниматься различным освещением всех каких-то событий, которые могут показать какие-то, значит, направления, способствующие развитию патриотизма у нашего народа, а также повышение престижа к службе в вооруженных силах. В рамках этой кампании будем очень плотно сотрудничать с музеем Кубинка. И по поводу вот этого сотрудничества, как это все более детально, я передам микрофон Андрею Валерьевичу Саркауму, директору музея Кубинка. А мы расскажем. Друзья, уважаемые коллеги, мне действительно очень приятно видеть вас на территории нашего уникальнейшего Кубинского танкового музея. Спасибо большое, что вы все сюда прибыли. Спасибо большое, что принимаете участие в нашем совместном мероприятии с компанией Wargaming. Вы сейчас находитесь на территории музея, который был создан 1 августа 1938 года. В прошлом году музей исполнилось 75 лет. Изначально данный музей создавался не как музей. Он создавался как собрание коллекции отечественных, зарубежных танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты. Для того, чтобы наши конструктора, советские конструктора, советские ученые, курсанты военных учебных заведений, слушатели Академии, работники конструкторских бюро, институтов могли изучать технологии танкостроения. В 1996 году музей был открыт для всего лучшего посещения граждан России и иностранных граждан. То, что мы видим сейчас на территории музея, вот эти вот типовые танковые хранилища, в которых содержится коллекция, это все было построено силами военнослужащих Министерства обороны в то время Советского Союза и являются типовыми хранилищами танкового парка. То есть те хранилища, в которых сейчас хранится техника, по своей сути тоже являются уже в настоящее время практически уникальными экспонатами, как и сама бронетанковая техника. Задача музея – это в первую очередь сохранение исторического наследия нашей Родины – России. Музей на настоящий момент посещает более 300 тысяч человек в год. Это как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане. В собрании этой уникальной коллекции представлено большое количество образцов ходовой техники, которая силами сотрудников музея в те или иные периоды была отреставрирована, отремонтирована и доведена до ходового состояния. И эти ходовые экспонаты, и не ходовые экспонаты уникальные, принимают регулярное участие в различных мероприятиях, в том числе и в мероприятиях нашего партнера, нашего друга – компанией Wargaming. Я думаю, пришло время задать вопросы к спикерам президиума, как раз на тему того, спасибо, как и что мы делаем, какие планы, в общем-то, у нас, ну и так далее. Я буду ходить с микрофоном, поэтому зовите меня я сразу. Субтитры создавал DimaTorzok